Во многих традициях народов Азии большое значение имеет исток реки, место, где река зарождается и получает некий энергетический импульс, который её воды несут на всём протяжении, давая жизнь обитающим вблизи неё живым существам. Поэтому не случайно такие места особо почитаются, описываются в древних текстах и к ним совершаются паломничества, которые считаются великим благом и являются весьма важным элементом для внутренних трансформаций паломников. При определении географических истоков рек мы использовали определение истоков, данное академиком Поливановым, который считал, что истоком реки следует считать наиболее длинный путь, который может пройти до устья крапля воды, выпавшего наиболее высокой части сформировавшегося русла самого длинного притока. При такой трактовке в паспорт реки добавляется важнейшая составляющая – максимальная высота русла самого длинного притока. По сути, этот параметр определяет максимальную потенциальную энергию речной системы. На наш взгляд, это более точное и логичное определение географических истоков рек, позволяющее однозначно определить их местоположение. Такой подход мы и попытались применить к истокам четырёх великих рек Азии, начинающихся у Кайласа. К истокам Инда из города Якра в западном направлении идёт очень колоритная высокогорная дорога с тремя перевалами – 5279 метров, 5376 метров и 5516 метров. Последний перевал – один из самых высоких в Тибете. Даже несмотря на относительно тёплую погоду, через перевалы иногда приходится пробиваться из-за большого количества снега и льда. Расстояние от Якра до традиционных истоков Инда-Синге-Кабаб – 108 километров. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok И затем продолжили полевые исследования истоков Инда во время экспедиции. Инд имеет три наиболее протяженных притока – Мунджам, Лангдеп и Бакхар, образующих начальные воды Инда. Согласно данным дистанционного сандирования Земли, расстояние от истоков Мунджама до места слияния с Лангдепом 43,5 км, от истока Бакхара 44,3 км, протяженность Лангдепа 35,5 км. Таким образом, притоки Мунджам и Бакхар являются практически равнозначными, с небольшим превалированием притока Бакхар по длине. Начало сформировавшегося русла рек Бакхара, Лангдеп и Мунджам находится на высотах 5507 метров, 5455 метров и 5470 метров соответственно. С точки зрения используемого нами определения географического истока, таковы может быть признан исток Бакхара, так как именно он имеет наибольшую протяженность, а сам исток находится на наибольшей высоте. Бакхар берет свое начало с северного склона горы, похожий на огромный колокол. Начало сформировавшегося русла находится на высоте 5507 метров. В этом месте послось несколько диких яков. Мы были в этом месте в относительно засушливый период, поэтому вода в русле присутствовала только несколько ниже, на высоте около 5464 метров. Здесь находится несколько ключей. Мы совершили восхождение на эту колокообразную гору, во время которого нас сопровождали три волка. На южных отрогах этой горы находятся две ступы и более двух десятков групп. Камни Мани, камни с выбитыми текстами и символами. Что несколько странно для такого безлюдного места. Кто и когда переместил в это место десятки тонн каменных скрижалей? Что за каменная книга здесь находится? Это что-то небывалое. На каждом камушке символы. Символы, мантры, как будто руническое письмо. Как будто расколотая книга, привезенная откуда-то и каким-то удивительным образом сохраненная здесь. Здесь этих камней просто бесконечное количество. И на каждом камушке, даже на самом маленьком, все камушки в надписях, в символах, в письменах. Это что-то просто невероятное. Может быть, действительно, это древняя книга, о которых еще в наших ведических традициях говорили. Что пришел дач Бог и сказал, чтобы записать все и сохранить до времен, когда это должно быть открыто. Субтитры создавал DimaTorzok Далее наш путь лежал вдоль русла реки Бакхар-Чу к традиционным истокам Инда – Зинге-Кабаб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы посетили традиционный исток Инда – Синге-Кабаб. Рядом с выходом из лесниковых пород из-под земли бьют несколько ключей Вода из которых образуют заросшие пруды и далее течет в Бакхар-Чу В виде небольшого ручья протяженностью около 800 метров На некотором удалении от истоков находятся 8 чертенов и более двух десятков каменных пирамид Это священное место недавно заградили высоким забором, а на ворота повесили замок Таким образом, в ходе данной экспедиции были исследованы географические и традиционные истоки Инда Флора и фауна этой труднодоступной области А также пополнены сведения об объектах сакральной географии региона горы Кайлас Субтитры создавал DimaTorzok